В Новосибирске под эгидой общественной палаты России прошло обсуждение проекта федерального закона о защите здоровья населения от последствий потребления табака. Страсти разгорелись нешуточные, да и было о чем поспорить. Законопроект предусматривает, например, запрет курения. На территориях и в закрытых помещениях системы образования, учреждений культуры, физической культуры и спорта, помещениях, предназначенных для оказания медицинских и санаторно-оздоровительных услуг. В поездах дальнего следования, на воздушных судах и судах дальнего плавания, транспорте городского и перегородного сообщения. В закрытых помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг коммунальных гостиниц, прочих коммунальных мест проживания и временного проживания туристов, бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и рынков. В закрытых помещениях социальных служб, помещениях органов госвласти и местного самоуправления, на рабочих местах и в рабочих зонах в закрытых помещениях. В закрытых помещениях подъездов жилых многоквартирных домов. Как вы все знаете, на рассмотрении в Государственной Думе лежит проект закона о защите здоровья населения от последствий потребления табака. Закон достаточно радикален, поэтому мы решили этот вопрос обсудить и пригласили для обсуждения к нам в гости члены общественной палаты России Надежду Дмитриевну Вавилину, Назимко Александровича, директора Новосибирской государственной филармонии и Милогулова Григория Викторовича, директора французского культурно-информационного центра Альянс Францесс Новосибирск. И первый вопрос, наверное, Надежда Дмитриевна, вам. Поскольку вы, как я знаю, занимались изучением общественного мнения, что дало это изучение? Ну, и поскольку я защищаю общественные интересы. И поскольку вы как члены общественной палаты. Сразу же хочу нашим зрителям сказать, что я человек не курячий. И это позволяет мне на эту проблему как бы смотреть извне. Закон, если его очень буквально читать, детально разбираться, к 2013 году предполагает фактически разрешенными зонами для курения считать только улицы, городов и поселений и собственные наши с вами квартиры. Кто под вопросом? Вот я не знаю. Ну, вот из всего того, что я, по крайней мере, себе там смогла понять, это вот такая ситуация. И в этом смысле я почему-то предположила, что это не самый удачный, так сказать, подход этого закона. Потому что, ну, например, то же самое курение дома, оно же ведь худо-бедность равно тогда вынуждены будет курильщик включать в этот процесс членов семьи. Или та же самая улица. Ведь когда мы идем по улице, вот я сейчас вижу, 6 часов кончился рабочий день, люди выходят, поскольку запрещение вроде бы уже начинает внедряться в жизнь. Люди выходят и мгновенно все закуривают. Но я иду рядом и, по большому счету, вроде разрешенное место для курения, а вот, что называется, запрета практически не получилось. Того самого предупреждения от последствий курения и защиты моего здоровья фактически не происходит. Но это было мое мнение, и понимая, что я могу здесь ошибаться, мы, как профессиональные социологи, решили провести исследование. В Новосибирске такое исследование прошло совсем недавно, это был сентябрь. Я вам не буду разъяснять там репрезентативность выборки, поверьте на слово, гарантируя. Что показало исследование? Вот то, что я предположила, то, наверное, не так, но подтвердилось. Как показали результаты нашего исследования, сегодня, в самом деле, большинство населения уже курит, и причем очень существенное большинство. Если брать, например, население старше 18 лет, то курильщики, которые курят сигареты, они 60% из всех этих курильщиков, они уже курят на улице, уже сейчас. Где-то примерно около 18-20% курят в самом деле дома. Остальные совсем немного курят, где-то около 80% это кафе, бары, рестораны. Где-то, опять-таки, 8-10% это офисы в отведенных местах. Еще меньше это люди, которые курят на аэропорту в отведенных местах или так далее. Таким образом, вы понимаете, мне отношение к этому закону такое двойственное. С одной стороны, я как человек, уважающий общественные интересы, по крайней мере, понимающий потребности здоровья для нашего населения, я должна бы всеми способами, наверное, поддержать этот закон. Но понимая, что в том виде, в котором он сегодня сформулирован, он не решает, в общем-то, задачи. Он как раз делает то, что уже и так все люди делают. И здоровье, по большому счету, ни у нас, ни у кого не прибавится. Я бы хотел обратиться к Александру Геннадьевичу. Дело в том, что вы, как руководитель достаточно крупного учреждения, и, насколько я знаю, у вас там нет уже легального курения невозможного в филармонии. И к чему это привело? Какие последствия этого? Честно говоря, сама технология обслуживания здания, вот отсутствие должной мощности вытяжной вентиляции, она все это не позволяет делать это с необходимым уровнем защиты некурящих. И по многочисленным просьбам мы вынуждены были пойти на жесткие меры и полностью практически запретить курение в здании филармонии. У нас практически осталось два места, то есть оборудовано одно место на лестничной площадке, достаточно далеко, самый дальний угол здания, и уличная зона перед входом, где тоже оборудовано место, где можно курить. На всей остальной территории филармонии курить ни работникам, ни зрителям, приходящим на концерты, нельзя. И я могу сказать, что мы ожидали, что это будет не выполняться, будут нарушения, будут окурки в гримерных комнатах, где-то в коридорах, что все равно в туалетах. Ничего подобного, люди это достаточно хорошо приняли, и вот эти правила игры были приняты даже с некоторым, по-моему, одобрением, да, как долгожданное. Нельзя сказать с энтузиазмом со стороны курящих особенно, но это было принято. И вы даже не поверите, я никогда не думал, что вот в общественном туалете можно добиться того, чтобы был приятный запах. Мы этого добились. Геннадьевич, ну может быть, это как раз связано… Ушли вот эти все посторонние вот эти вот… У нас уже действительно проходят и детские концерты и прочее, и была постоянная вот эта вонь. Геннадьевич, может быть, это связано вот с известным правилом, мне его всегда брат мой, великий медик говорит, что он мне говорит так, культурные люди гриппом не болеют. Может быть, и у вас это было связано с тем, что культурные люди… Дело в том, что к вам, наверное, не ходят, ну, скажем так, средние, если взять среднего посетителя филармонии, то это, наверное, далеко не средний житель России. Наверное, так, да? Наверное. Все-таки. Я не уверен, что это вот имеет прямую зависимость, хотя некоторая зависимость, конечно, безусловно, присутствует. Все же понимают, что все, чем мы занимаемся, это удовлетворяем духовные запросы достаточно, в общем-то, культурной элиты. Высокое искусство, академическая музыка, это все-таки подразумевает еще и какое-то развитие интеллекта и всего остального. И некий уровень готовности. Готовности. Безусловно, безусловно. И я думаю, что это как раз относится к той категории граждан, которые являются достаточно законопослушными и которые действительно готовы вести себя в обществе, не нарушая права остальных, а наоборот способствуя и помогая всем остальным сосуществовать. Ну что ж, вопрос Григорию Викторовичу, который я давно заготовил, потому что вопрос вот такой, а как вот за рубежом? Французы, их социальное самосознание, оно выливается не только в переворачивание автомобилей, но и в обсуждение. Наша формалистика с профсоюзами у них на самом деле работает. И у них позыв что-то сделать и обсудить идет снизу. Поэтому в 2006 году было, естественно, бурное обсуждение, были дебаты, были противники и сторонники, но это было обсуждение, причем обсуждение государством неконтролируемое. И государством непобуждаемое. Это обсуждение, которое происходило внутри общества самого. Вы проводили исследование, насколько вообще законы какие-то, они влияют на наше общество. И если люди о нем не знают, не обсуждают, и они сталкиваются с ним только в тот момент, когда к нему подходит человек и говорит, разрешите, вы нарушили закон, поскольку, какой закон, чего закон, ну на тебе 100 рублей и будь свободен. Есть, есть, есть у нас все это, не буду спорить. Но, к счастью, должна сказать Григорию Викторовичу, что вот эти традиции и некоторые их, по крайней мере, элементы общественного обсуждения начинают возникать и у нас. Ну, по крайней мере, все вы были участниками обсуждения этого законопроекта совсем недавно в Новосибирске. Теперь мы готовим очень большое обсуждение. 2 ноября оно будет в Москве. Там мы тоже очень широкий круг общественности приглашаем. Надеюсь, что нам удастся выработать вот совокупность каких-то подходов, при которых все-таки, что называется, и здоровье прибудет. И мы не будем столь оголтелыми борцами с тем, что, в общем-то, оказывается, борьбе уже не подлежит. Да, люди и так уже курят, но в этих самых местах, в которых вы разрешите. Вы помните, было предложение о внесении в нормы закона неких стандартов. Стандартов мест для курения. Конечно, это будет касаться, в первую очередь, общественных мест. Ну, к примеру, это очень сильные там какие-то, так сказать, вытяжные устройства. Или это очень интересные, современные, кстати, не очень дорогие, как я теперь выяснила, так называемые пылеудоловители. То есть те самых вредных веществ, которые возникают при курении. Ну, я не знаю, какие-то еще, может быть, надо будет думать и обсуждать уже в каких-то конкретных группах специалистов. Но ввести в закон стандарты, которые должны иметь вот эти места для курения, мне бы казалось, это было бы очень важно. Но дальше, посмотрите, дальше возникает, если мы это вносим в норму закона, возникает очень чудесная для России возможность. То, что я называю стимулированием. Вы получаете такую замечательную услугу. Вот стандарты, они очень жесткие. Кстати, к тому уже и здоровье курильщиков бережется, если поставить соответствующие угольные там ловители, да? Но если вы получаете дополнительную услугу, вы должны дополнительные деньги платить. И в этом смысле, мне кажется, возникает стимул. Хочешь платить деньги, ты идешь и куришь с комфортом и даже с пользой для здоровья. Ну, не то чтобы с пользой, но хотя бы без вреда. А если ты не хочешь платить, так ты и не куришь. И ты идешь как раз в то место, где можно кофе пить и не чувствовать этого запаха, который возникает, когда курят в соседнем буквально неизолированном помещении, в так называемой зоне для курящих или зоне для некурящих. Вот я считаю, что это, конечно, должно быть в этом законе. Еще я соглашусь с Григорием Викторовичем, я бы даже более длительный срок дала и для обсуждений общественных, для споров, для входа в эту проблему, чтобы народ понимал, как мне сказал один голландский министр, так чтобы народ исполнил закон, надо его в этом убедить. Проще говоря, чтобы закон достиг главной цели, а цель-то – здоровье населения. Так надо идти шагами, которые приведут к здоровью населения. Значит, сегодня мы добиваемся, что не курим вот здесь, завтра мы добиваемся, что не курим вот здесь, но если желаешь, кури вот здесь, но за большие деньги там, или за маленькие, а после завтра здоровье. У меня вот такое вот, я просмотрел этот закон, у меня такое ощущение есть, что есть здесь элемент дискриминации курящего населения. Дело в том, что вот у нас, посмотрите, что происходит. Вот если мы посмотрим те всевозможные места для курения, которые образуются в аэропортах, в каких-то помещениях, они зачастую заставляют людей сгрудиться в невообразимом количестве, на, значит, десяти квадратных метрах, где нет никакой вентиляции, где они друг, ну, фактически находятся в достаточно, ну, скажем так. Не до сложных условиях, мягко скажем. Ну, мягко скажем. Вы были в плохих курительных комнатах. Ну, на самом деле, я был в тех, когда уже невозможно никуда. Я могу потерпеть, могу потерпеть спокойно. Вот, но тем не менее, вот есть такие варианты. Игралич курильщик. И у меня такое впечатление, что закон-то принимают некурящие. Ну, то есть, люди некурящие принимают закон и говорят, а ту их. Они все нехорошие, плохие. Я не против, что курение – это вред. И на самом деле, наверное, стоит и бросить. Наверное, и брошу. Но это дело в другом. Но я не хочу, чтобы меня кто-то брал за ухо, как ребенка, да, и говорил, ах ты. И вопрос-то в том, что, ну, больница. У нас, извините, на улице курить в 40 градусов мороза людям, которые лежат в больнице, людям, которые работают в каких-то учреждениях, выходить. Возможно, это и простуды, и борясь за здоровье населения. Мы придем к тому, что здоровье-то у нас будет у нас население хуже. Второй момент. А кто будет контролировать? А кто будет контролировать и штрафовать? Это милиция опять. И это еще один будет ее одной обязанностью милиции. Ну, слава богу, у нас и так их 800 тысяч человек хорошо переатестовали. Теперь им еще за курение отвечать. Вот буквально сейчас, ненарочно, я думаю, совершенно случайно, вы подтвердили эту мысль, о которой я говорил. Вы только что сказали, я не хочу, чтобы меня брали за руку и носом тыкали в какую-то истину, которую я еще сам не осознал. Я, может быть, и брошу курить, но в тот момент, когда у меня внутренняя мотивация, впечатление от того, что я делаю, оно мне скажет, да, действительно, я осознал, мне это нужно. Вот я об этом говорю, потому что на самом деле нет более уверенного человека в правоте того или иного размышления, как тот человек, который дошел до этого сам. Верно. И вот по части я соглашусь тоже с вами, Надежда Дмитриевна, о том, что нужно некий срок. Но мне кажется, что у нас он будет априори дольше, чем больше, чем во Франции, потому что мы только-только начали об этом говорить. Как было во Франции? В 2006 году вот этот закон приняли, он был примерно такой же драконовский, плюс-минус. Он был, на мой взгляд, я не юрист, он достаточно прозрачен по своей форме, он доходчив, но он тоже очень жесток в том смысле, что там написано, что в 2006 году с момента подписания и опубликования закон запрещает курение в совершенно очевидных местах – больницы и так далее, и так далее. Образовательные учреждения. Образовательные учреждения, где ни у кого сомнений не возникает, что начальная школа, дети, ну не должно быть там табачного дыма, не должно быть сигарет в принципе. А институт? Я сейчас не профессионал в этой сфере, я сейчас на память закон не помню, но смысл в том, что более сложные меры были отнесены на год, а совсем какие-то, совсем драконовские меры, они были отнесены на два года. Учитывая то, что у нас еще это не начинало даже обсуждаться, по большому счету, я думаю, что сроки должны быть тоже другие. Несмотря на то, что у нас достаточно длинная передача, мы уже ушли немножко даже за рамки. Хотелось бы каким-то образом подытожить, и, наверное, подытожить следующим образом. Я секундочку, дело в том, что мы-то с вами обсудили, но мы, может, услышим обратную связь от телезрителей. А Надежда Дмитриевна у нас поедет в нашу столицу, которая хоть от нас и далеко, но решает за нас очень многое. И там будет проходить слушание. Вот какие-то мысли, какие мы можем попросить через общественную палату донести до нашего законодателя. Давайте с вас. Ну, давайте. Самое, на мой взгляд, абсолютно непродуманное и нерешенное в этом законе, это все-таки его право применения. Потому что, да, каким образом? Кто и как курит в семье, при детях, не при детях? Кто это будет проверять? Кто это будет? Кто будет замерять, сколько метров от школы закурил человек или продает киоск? Кто это должен делать? Полиция, общественность? Кто? Создать отдельный какой-то орган, который будет всех курильщиков в районе перепишет и будет их проверять, ходить и за ними следить. Но это совершенно непонятно. И, соответственно, как и любой не до конца прописанный закон, выполнение его сразу ставится под огромный вопрос. Не только уже потому, что, в принципе, очень многие люди, любые законы, которые ограничивают их свободу, их просто нарушают. Но еще и потому, что даже люди, которые хотели бы его не нарушать или хотели бы как-то оказывать на тех, кто нарушает какое-то воздействие, не знают, как это делать. Вот это, по-моему, самая главная опасность и существования этого закона. Да. Так, Григорий Викторович, вы как считаете? Да, я вернусь к той мысли о том, что и на самом деле она пересекается с тем, что говорит Александр Геннадьевич. Невозможно в нашей большой стороне с такой территорией какими-то полицейскими мерами обеспечить то, что человек не хочет, не осознает, в чем необходимость. Поэтому мне кажется, что закон, он не только по форме, он по времени не очень актуален. Почему? Потому что мне кажется, что мы захотели вдруг почему-то с разницей, ну, условно говоря, в пять лет с теми странами, где данным давно это обсуждается, сделать все быстро. Вот как пятилетку за три года. Тот же самый принцип. Да, догнать и перегнать. Поэтому мне кажется, может быть, это потому, что я представляю общественную организацию, что здесь еще годы и годы какого-то обсуждения и как бы выкристаллизовывания того, что думает общество, какие это общество предлагает механизмы. И вот если общество само их сгенерирует, ну, пусть не все, пусть какая-то часть этого общества, да, правоприменение, часть проблем, она сотрется, потому что мы больше не будем цепляться за 10 метров от школы, мы будем осознавать, что рядом со школами курить не будем. Поэтому сразу огромную часть проблемы внедрения этого закона мы снимем. Что касается формулировки этого закона, в принципе, наверное, это часть, в которой можно обойтись без серьезного вмешательства широкой общественности, потому что у нас есть толковые юристы. И когда общество сформулирует, что оно хочет от этого закона, выписать его на бумагу разумно, ну, это уже задача конкретных профессионалов. Понятным языком. Да, понятным языком. Что ж, обычно я подытоживаю, но поскольку вам ждать, ну, давайте, а вы как считаете? Я согласна, принимать закон, который никто не готов пока исполнять, я не беру тех, кто не курит, я беру тех, кто курит, их немало, к сожалению, их немало, это, я сказала, практически около 40% пока населения, там по-разному, кто пачку, а кто сигарету в день, но это немало. Так вот, принимать закон, который исполнять не готово так много людей, это не только неэффективно, это безнравственно, я с вами соглашусь. У нас так много законов, которые не исполняются, у нас так много неуважения в этой связи к законам, давайте не будем пока еще принимать этот закон, который никто не готов исполнять. Но если принимать, то он должен вот учесть то, что мы сегодня сказали, он должен учесть поступь самого общества, готовность самого общества к его исполнению. Ну что ж, наверное, я, как и говорил на той конференции, что право это действительно, это государственно выраженная воля общества, и государство не может издавать нормативно-правые акты, которые не выражают волю общества в таком широком масштабе, потому что это приведет к невыполнению законов. Кроме того, мы должны понимать, что право каждого заканчивается там, где начинается право другого человека. Я вполне согласен, что нельзя курильщику нарушать право дышать воздухом без запаха табака для некурильщиков. Но при этом, при всем, давайте будем уважительно относиться к правам того человека, кто курит. И если он курит, то он не преступник. Просто, наверное, ему надо помочь бросить. Большое спасибо всем за интересный разговор, за участие в нашей программе. Надеюсь, Надежда Дмитриевна, что чем-то это вам поможет наше обсуждение. Я прошу пригнать Москву. Хорошо. Вы еще на сайте. Да. Ну а нашу программу продолжит наша постоянная рубрика «Хроника расследного преступления». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!